МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как всегда, новый день встречаем вместе. Это программа «Утренний фреш» и я ее ведущая Влада Васильева. Сегодня среда, 14 октября. И в этом выпуске я вас познакомлю с интересными фактами и расскажу о культурных событиях Гомеля и Гомельской области. Не переключайтесь. Сегодня на территории Гомельской области прогнозируется переменная облачность без осадков. Днем температура воздуха составит 18 градусов тепла. Ветер юго-восточного направления скоростью до 7 метров в секунду. Каждый день хранит в себе важные исторические события. Когда-то был запретен кинематограф, а когда-то открыт новый свет. Важные исторические факты можно отыскать в каждой календарной дате ради любопытства и расширения кругозора. И специально для пытливых умов рассказываем, чем запомнилось 14 октября в истории. 14 октября православные христиане отмечают один из самых почитаемых праздников – Покров Пресвятой Богородицы. В народе праздник Покров считается моментом встречи осени и зимы, наступления первых холодов. Часто как раз к этому празднику на поверхности земли появляется первый иний. Былая присказка – Покров кроет землю то листом, то снегом. Поскольку это большой религиозный праздник, на Покров Пресвятой Богородицы нельзя заниматься большими домашними делами, такими как стирка, уборка или шитье. Так что сегодня отдыхайте. Сегодня отмечают еще один замечательный праздник – День Матери. Мама – самый родной и близкий человек, который всегда поймет и поддержит. Кто, как не мама, даст совет и согреет душевным теплом, когда нам тяжело и грустно. Спасибо вам за вашу заботу и безграничную любовь. С праздником вас! Также 14 октября 1843 года впервые прозвучал свадебный марш Мендельсона в Потсдаме на премьере спектакля «Сон в летнюю ночь» по пьесе Шекспира. А сейчас поговорим о выставках. Музей истории, печати и фотографий Гомельщины готовит к открытию выставку под названием «Музыка в объективе». Автор – любитель концертной фотографии Светлана Дедковская. Интерес к фото у автора с детства, но результативное увлечение этим направлением началось в 2013 году с концерта экс-солиста дуэта «Модерн Токинг» Томаса Андерса в городе Коблинс. Посетители музея увидят снимки, сделанные на концертах в Минске, Москве, Санкт-Петербурге, а также в Германии. Автор всегда старается поймать эмоциональные моменты выступлений. В кадре Томас Андерс, Анни Вески и многие другие. Сегодня Гомельчан ждет концерт вокального ансамбля «Камерата» в городском центре культуры. За время своего существования заслуженный коллектив Республики Беларусь прошел путь от ансамбля, основанного на общих интересах участников, до профессионального коллектива. «Камерата» – это высочайший уровень исполнений и авторская музыка, которые вбирают в себя элементы многих известных стилей и направлений. Исполнительская манера музыкантов основана на использовании пения акапелла в сочетании с техникой микрофонного пения, с одновременной обработкой голосов посредством электроники. Некоторые композиции не содержат ни единого слова. Это настоящие звуковые полотна, которые передают эмоции, а не песенный смысл. Организаторы обещают зрителям впечатление, будто перед ними выступает Большой симфонический оркестр, поддержанный самыми экзотическими инструментами. Начало концерта в 19.00. Жители и гости города Гомеля приглашают в ДК «Железнодорожников» на балет в двух действиях Андрея Петрова «Сотворение мира». Хореограф и постановщик балета – народный артист СССР и Беларуси, лауреат Государственной премии Республики Беларусь Валентин Елизарьев. Зрители ждут не просто изложение важных тезисов, а живая, ярко-многозначная, образная реальность спектакля. Балет отзывается на важнейшую проблему современности и воспевает могущество человека и вечную силу материнства. Спектакль состоится 31 октября. Начало в 17.00. Поговорим о сегодняшних программах. В ближайшем выпуске ток-шоу «Главная тема» Ведущий Александр Говейко и гости в студии будут говорить о готовности к новой волне коронавируса. Что уже предприняла медицина и к чему призывает каждого из нас. Эффективны ли вакцины против гриппа? И как защититься от возможных вирусных рисков? Сегодня это главная тема. Об этом и не только. Смотрите сегодня в 19.20. на телеканале «Беларусь-4 Гомель». А по четвергам смотрите на нашем телеканале программу «Бизнес-план». Думаешь, бизнес – это не для тебя? Слишком сложно? Скажи «стоп» своим сомнениям. Пора действовать. Как открыть собственное дело? Где получить информацию и финансовую поддержку? Практические советы в различных сферах бизнеса. Наши герои добились успеха с нуля. А значит, и тебе это под силу. Составь свой бизнес-план вместе с нашей программой. В выпусках передачи «Земля наша» творческая группа знакомит телезрителей с жизнью малых населенных пунктов нашего региона. Сельскохозяйственные, социальные, культурные темы раскрываются через конкретных героев. Работников местных хозяйств и сферы услуг, сельских учителей и школьников, участников творческих коллективов и ремесленников. Каждый герой – яркая, неординарная личность со своей уникальной жизненной историей. Далее рубрика «Есть вопрос». В этом выпуске медиатор и адвокат Анна Журавлева расскажет о возможности раздела совместно нажитого имущества супругов в случае расторжения брака. Хотелось бы отметить, что имущество, нажитое в период брака, является общей совместной собственностью супругов, независимо от того, на кого данное имущество зарегистрировано. И в случае распада семьи, либо по иным причинам, которые возникают у супруга, возникает необходимость раздела совместно нажитого имущества. Кодексом о браке и семье предусмотрено, что имущество, нажитое в период брака, подлежит разделу в равных долях, если иное не предусмотрено условиями брачного договора. И как раз-таки брачный договор является соглашением супругов, которым они могут предусмотреть иной по сравнению с законодательством порядок раздела совместно нажитого имущества, как в период брака, так и после его расторжения. Брачный договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению, и он может быть заключен как лицами, вступающими в брак, так и лицами, которые уже находятся в браке с супругами, вплоть до расторжения брака. В случае, если возникла необходимость у супругов, либо уже бывших супругов, разделить совместно нажитое имущество, то они могут обратиться в нотариальную контору для заключения соглашения о разделе совместно нажитого имущества. Но данное соглашение может быть заключено при условии, если все вопросы, связанные с разделом имущества, были оговоренными супругами и согласованы. Как правило, суд разделит имущество между супругами в равных долях, однако вопросы владения, пользования и распоряжения имуществом останутся неразрешенными, что породит возникновение новых конфликтов. Поэтому наиболее экологичным является вариант раздела имущества путем участия супругов в процедуре медиации, где они могут принять решение, которое будет устраивать их обоих, в отличие от судебного решения, где, как правило, кто-то выиграл, а кто-то проиграл. Какой же из вариантов раздела совместно нажитого имущества будет предпочтительнее в вашей ситуации, вы можете решить, проконсультировавшись с вашим адвокатом, либо участвуя в информационной встрече с медиатором. Это был Утренний Фрэш. В этот замечательный день хочу пожелать вам только хорошего настроения. Улыбайтесь людям, и они будут улыбаться вам в ответ. Не переключайтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова